Универсальный справочник по грамматике английского языка Универсальный справочник по грамматике английского языка Универсальный справочник по грамматике английского языка Однако, для обозначения разных отдельных видов фруктов используется существительное в форме множества числа фруктов На столе сливы, персики, апельсины и другие фрукты Если перед существительным vacation есть числительное, то оно употребляется во множественном числе У наших детей каникул бывает 4 раза в год Если существительное hair имеет значение исчисляемого существительного, то оно имеет форму множества числа A hair, hairs, волосок, волоски Существительное fish употребляется в основном в единственном числе В различных контекстах, например, в разговоре о рыбной ловле We caught only a few fish Мы поймали только несколько рыб Fish во множественном числе в форме fishes Употребляется в тех случаях, когда речь идет об отдельных видах рыб The fishes of the Mediterranean Рыбы Средиземного моря Существительное news употребляется в английском языке только в единственном числе, хотя и имеет форму множественного What's the news? Какие новости? Названия наук и научных дисциплин, оканчивающихся на x, употребляются с глаголами в единственном и множественном числе, что определяется их значением Athletics, Gymnastics, Linguistics, Physics и другие Преимущественно употребляются с глаголами в единственном числе Physics is not the most popular school subject Физика – не самый любимый предмет в школе Acoustics, Economics, Phonetics, Statistics, Ethics, Politics и другие Употребляются с глаголом в единственном числе, когда речь идет о научных дисциплинах Если они имеют другое особенное значение, то употребляются с глаголом во множественном числе His mathematics are poor У него слабые знания по математике Your statistics are unreliable Ваши статистические данные ненадежны Существительные употребляющиеся только во множественном числе Слова, обозначающие парные предметы, например, trousers, pants, shots, scissors, glasses, scales, spectacles, tongues, pajamas Названия некоторых игр, например, billiards, dots И обобщающие понятия, например, gloves, goods, savings, употребляются только во множественном числе These scissors are very sharp Эти ножницы очень острые His gloves were wet Его одежда была мокрой Обратите внимание на то, что существительная одежда в русском языке всегда согласуется с глаголом в единственном числе Существительные potatoes, onions, carrots, oats употребляются во множественном числе Но они имеют значение единственного числа Carrots are very healthy Морковь очень полезна The carrot you gave me was very tasty Морковь, которую ты мне дала, была очень вкусной Существительные people, the military, the police, cattle Употребляются с глаголом во множественном числе При этом слово people может иметь и множественное число people со значением народы Люди разных национальностей There were many young people there Там было много молодежи, молодых людей The peoples of this country are happy Народы этой страны счастливы Правило чтения Окончание множественного числа S после звонких согласных и после гласных считается как Z А после глухих согласных S Books, beds, doors В существительных, оканчивающихся в единственном числе на немой I С предшествующей, шипящей или свистящей Окончание множественного числа произносится как IS Bridges Окончание S в существительных на S WS, SH, CH, X Также читается как IS Foxes В словах, оканчивающихся на O И S читается как Z Heroes Универсальная справа